Пришел работать всерьез и надолго, устанавливая высокие тарифы. Об изменениях тарифной политики для теплоснабжающих организаций Саратовской области рассказала председатель областного комитета по госрегулированию тарифов Лариса Новикова. Сейчас в регионе 123 компании обеспечивают жителей теплом. Проблема в том, что многие из них, заключая договоры на один год, формируют тариф так, чтобы не вкладывать средства в развитие и ремонт оборудования. То есть живут, что называется, одним днем. Однако сейчас происходит переход на долгосрочные договоры и концессию, при которых организации берут в аренду котельные и сети на несколько лет. А муниципалитет ставит инвесторам обязательные условия модернизации закрытия убыточных котельных. Чиновница привела в пример первый для региона концессионный договор. В этом году ООО «Исток» взяло в концессию 30 котельных саратовского района сроком на 7 лет. Вложив 20 миллионов рублей, инвестор компенсирует свои затраты через повышенные тарифы на горячую воду и теплоснабжение. Не на 4, а на 1-2% выше. Власти региона намерены поддерживать такую политику и в будущем году. Мы неоднократно говорили и поддерживаем полностью позицию нашего правительства и антимонопольной службы федеральной о том, что долгосрочная система тарифного регулирования, она должна принести свои плоды именно в плане того, что любая организация будет знать, что она завтра будет иметь на руках. И поэтому даже тот кредит, который она позволит себе взять в банки для реконструкции или ремонтных работ, у нее есть источник возврата этих денег. Это именно выручка определенной тарифным регулированием. Лариса Новикова объявила, что в целом плата за ЖКУ для жителей Саратовского района Энгельса и Балакова вырастет на 4%. Изначально рост совокупной платы для граждан за коммунальные услуги прогнозировался на уровне 8,5%. Однако в октябре повышение на федеральном уровне скорректировали в сторону уменьшения за счет снижения уровня роста стоимости газа.